Друзья, всем привет! С вами Димон, вы на канале Псикитай. Сегодня у нас народный топ-5 смартфонов до 80 долларов из Китая. Да, друзья, половина из данных смартфонов, которые есть в моем топе, уже едет ко мне. И у нас будут полноценные обзоры на данную технику, на данное чудо смартфоностроение до 80 долларов. Потому что есть смартфоны даже за 40 баксов. Да, конечно, друзья. Ну что, давайте посмотрим, какой топ я сделал новинок 2017 года. Бюджетных новинок этого лета. Поехали! И начнем мы, друзья, пожалуй, из самого неизвестного смартфончика. Мой топ не будет построен так. Первое, второе, третье место нет. Просто я рассказываю о смартфонах. Итак, MNET Power 1. Вот такой вот смартфончик, который имеет батарею на 5000 мАч. Представляете, 5000. И смартфончик стоит от 70 до 80 долларов, друзья. Характеристики, в принципе, нормальный. Это 5-дюймовый дисплей HD-разрешение, 1 гигабайт оперативной памяти, 8-встроенной. Процессор стандартный. Грубо говоря, все смартфоны сегодня будут на нем построены. Это MTK6580. Вот так вот, друзья. Как бы, да, моща. Работать все будет на седьмом андроиде. Как бы, все очень даже неплохо. У нас фронтальная камера на 5 мегапикселей. И основная камера также на 5 мегапикселей. Но я более чем уверен, что у нас будет интерполяция до 8. В целом, по характеристиках данный смартфон очень интересный. Но стоимость пока что непонятная. Я заказывал данный смартфон за 70 баксов. И за 70 долларов это, ну, более-менее адекватное решение. За 80, ну, нужно еще смотреть и думать. Ну, друзья, на сайте GearBest стоимость у нас от 70 до 80 долларов. Если вам интересен данный смартфон, то переходите и смотрите. Дальше у нас новинка от компании DOOGEE. DOOGEE, называйте кто, как хотите. Это DOOGEE X30. Смартфон, у которого целых 4 камеры. 4 бестолковых камеры. Ну, это и понятно. Смартфон стоит 70 баксов, друзья. Да, 4 камеры это, ну, вы знаете, что это. Итак, друзья, 5.5 HD дисплей. Как бы, у нас уже большой смартфончик. Процессор стандартный, 6580, Mediatek. Как я говорю, ну, тут все ясно. 2 гигабайта оперативной памяти и 16 встроенной батареи на 3360 мАч. Ну, более-менее нормальное, в принципе, решение. Здесь у нас поддержка 3G. Камеры, как бы, 4, да. Фронталочка на 5 и плюс 5 мегапикселей. Основная камера у нас на 8 мегапикселей, плюс 8 мегапикселей. Как бы, чудо ужасное и интересное, наверное, друзья. Стоимость 70 баксов. Есть поддержка 3G. Как бы, более-менее адекватное решение за такую стоимость. Продолжает наш список смартфончик от компании Dugi. Dugi X20. Это новинка, которая только-только начинает продаваться. Это упрощенная версия Dugi X30. Да, там 4 камеры, а здесь 3 камеры. Ладно, дисплей 5 диммов, HD разрешение, 2 гигабайта оперативной памяти, 16 встроенной. Процессор стандартный 6580. Все работает на 7-ом андроиде. И камеры, друзья. Фронталочка на 2 мегапикселя. Интерполяция до 5. Основная камера состоит из двух модулей. 5 мегапикселей, плюс 5 мегапикселей. Но я более чем уверен, что это будет интерполяция до 8. Да, друзья, до 8. Батарея, конечно, у нас скромная. 2560 мАч. Но смартфон небольшой, я думаю, спокойно один день будет вытягивать. И стоимость 60 баксов. За такие характеристики, как по мне, нормально. Это адекватная, хорошая стоимость. И, конечно же, есть поддержка 3G. 4G сегодня ни один смартфон не будет поддерживать. Ну что, едем дальше. А дальше у нас бюджетный как бы фаблет, можно так сказать. Это Crattel S55. Да, название, конечно, интересное. Это 5.5 диммовый дисплей, HD разрешение, MTK. 65, 80 по стандарту. Но 1 гигабайт оперативной памяти и 16 встроенной как бы уже неплохо. Работает все на андроиде 7.0. Но это и понятно. Это же китайцы. Нужно работать на последнем андроиде. Итак, друзья, у нас здесь батарея скромная. 2600 мАч. Как бы, ну, такое себе. Камера у нас, фронталочка 2 Мп. Основная состоит из двух модулей. 8 Мп плюс 0,3 Мп. Ну, такое себе. Но главная стоимость, друзья, всего-навсего 55 долларов за такой смартфон. Ну, нормальная, адекватная стоимость. И, конечно же, есть поддержка 3G. 4G никто сегодня у нас не поддерживает. Ссылка будет на данное чудо в описании. Ну, и закрывает наш топ супер смартфон. Вот реально супер смартфон. Это Blackview A7. Смартфон, который стоит 40 баксов. 40 баксов, друзья, за смартфон. Смешно. Если честно, у нас 5-дюймовый HD-дисплей. У нас процессор MediaTek 6580. 1 ГБ оперативной памяти. И 8 встроенной батареи. 2800 мАч. И, конечно же, у нас двойная основная камера. Это 5 мегапикселей плюс 0,3 мегапикселя. И фронталочка на 2 мегапикселя. И все это чудо стоит 40, блин, баксов. 40 баксов это круто. Кто бы что ни говорил, но обычная звонилка за 40 баксов. Это хорошо. Да и плюс характеристики более-менее адекватные. Как по мне, 40 баксов я спокойно могу отдать за данный смартфон, друзья. Ссылка будет в описании на все смартфоны. Так что, кому интересно, переходите, смотрите. А также пользуйтесь кэшбэк сервисом EP. Ну, начинайте уже экономить на своих покупках, друзья. Ссылка будет на инструкцию и на сам сервис в описании. Ну, а сегодня у нас был топ-5 дешевых смартфонов из Китая. Ну, а с вами был Димон, канал ВсехКитай. Всем удачи и всем пока. Но нет, подождите, еще не пока. Друзья, у нас на канале проходит конкурс на смартфончик Бьюги. Дуги Белл 5000. Да, кто-то сможет получить данное чудо на халяву бесплатно, друзья. Переходите, смотрите. Смартфон интересный, батарея на 5064 гигабайта встроенной памяти. У нас как бы две камеры основные по 13 мегапикселей, которые очень даже неплохо снимают, друзья. Так что ссылка будет в описании на конкурс. Кто хочет участвовать, переходите и участвуйте. Может быть, вы выиграете данное чудо бесплатно. Из Китая вам поедет данная штукенция по имени Дуги Белл 5000. Ну что, друзья, всем пока.